Девушки отдыхают Девушки отдыхают 5 тысяч счастливых билетов ежемесячно будут попадать в руки ваших потенциальных клиентов Информация о проекте «Сарафан Дарит» будет размешана в журнале, а также в телепроектах «Сарафан», «Закон налоги права» на телеканале КТВ и у других медиапартнеров Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире авторская программа «Закон налоги права» и я, ее автор-ведущая, Наталья Бельтюкова. Хотела бы поделиться с вами о достижениях нашей команды. 6 июня был профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров, которые отмечаются на Украине каждый год. Не обошла вниманием нас и налоговая инспекция Киевского района. Об этом наш следующий репортаж. Налоговая служба Киевского района, Министерство доходов и сборов, хочу сказать вам, что мы всегда рады вас видеть, всегда рады любым вашим публикациям о нашей деятельности. То есть я хочу вас поздравить, пожелать вашим телевизором компаниям, не зайдет вас у вас сама на уши и вручить вам маленьких читателей. Гранд-директор компании «Прадограмм» студии «Фрэш-эр-форн». Девочки, побольше вам хороших. Вы, кстати, и репортажей, и личной жизни, и счастья, и благополучия. Вы такие красивые, все замечательные. Спасибо вам большое. Вы тоже вам делаете очень много приятного, открываете нам всю правду и не даете закутаться вам в гущие события и происходящие. Спасибо вам огромное. Почаще пишите. 29 мая 2013 года на базе пассажирского терминала Одесского порта в рамках Международной транспортной недели открылась 12-я международная выставка конференции «Интертранспорт». На мероприятии представлены 165 организаций и фирм из 27 стран мира. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие министр инфраструктуры Украины Владимир Козак, генеральный секретарь организации Черноморского экономического сотрудничества доктор Виктор Цверкун, заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Пётр Хлыцов. Уважаемые дамы и господа, начинаем торжественную церемонию открытия 12-й международной транспортной недели выставки конференции «Интертранспорт». Уважаемые коллеги, уважаемые гости, уважаемые участники выставки. В этом году 21 год как образовалась организация Черноморского экономического сотрудничества. А выставке «Интертранспорт» сегодня 12 лет. Сегодня эта выставка – это одна из самых больших площадок при Черноморье, где могут показать свои достижения, сделать предложения масса предприятий, стран, которые входят в нашу организацию. В этом году в выставке участвуют 165 предприятий из 27 стран мира. И мы отмечаем, что не только 12 стран участников организации Черноморско-экономического сотрудничества, но другие страны все больше и больше проявляют активность и интерес к нашей организации. Поэтому хочу пожелать хорошей работы моим коллегам, пожелать хорошей работы участникам выставки сегодняшних заседаний. И уверяю вас, что Украина – это земля, а Дестина – это еще в более степени, это именно те люди, та земля, которые могут не только работать, но и предоставят возможность хорошо провести время и отдохнуть. Поэтому я хочу пожелать всем хорошего настроения, чтобы все ваши желания, которые вы сюда приехали, сбылись. И хорошего настроения, хорошей работы, хорошего настроения. Это уже демонстрировал, что есть традиция этого экспозиции, традиция организовать эту экспозицию уже большая, уже опыт очень большой, организатор этой выставки. Мы хотим представлять не только нашего проекта развития порта Констанция, но еще и наши связи с остальным портом Черного моря. Мы вместе с «Все порты Черного моря» в рамках ассоциации «Баспа», которая присоединяет все порты Черного моря, принимаем участие на все проекты, которые там происходят в рамках этого ассоциации. Добрый день, меня зовут Илона, я представляю отдел маркетинга Батумского морского порта. Мы приехали из Грузии, из Батуми, мы уже традиционно третий раз посещаем вашу выставку, очень любим, представляем портовые услуги, перевалка грузов, сухих грузов, также контейнерный терминал, нефтяной терминал, пассажирский терминал. Есть много разных проектов, то есть Батумский порт сейчас, у нас момент такой модернизации, то есть мы будем, скорее всего, развиваться достаточно серьезно, то есть, возможно, постройка нового терминала зернового, но это пока только проекты, посмотрим. Гайдар Абдикеримов, руководитель представительства национальной компании «Казахстан Тиммержола». Это казахстанские железные дороги, которые представляют интересы Украине, Беларуси и Молдовы. Какие у вас есть проекты? У нас проектов очень много, это в основном касательно транзитных перевозок через Украину. Порты Большой Одессы в основном, но у нас задействованы все порты Украины. Казахстанские железные дороги сейчас очень активно развиваются. Мы построили за последние три с половиной года более полутора тысяч километров железных дорог. Открыли два программ перехода новых, абсолютно новых пограничных переходов. К сожалению, Казахстан не имеет прямого выхода к морю, и мы очень заинтересованы в портах Большой Одессы и не только. И в заключении программы наша постоянная рубрика «Новости от Аркада Грант». Может ли предприятие применять ставку 0% налога на прибыль предприятий, если основная часть работников работает в неполный рабочий день? Как в таком случае рассчитывать размер заработной платы? Такая возможность не исключается. Право на получение льготы, то есть на применение ставки 0% по уплате налога на прибыль, Платильщики имеют право на получение льготы, то есть на применение ставки 0% по уплате налога на прибыль при соблюдении таких критериев. Размер доходов каждого отчетного налогового периода, нарастающим итогом с начала года, не превышает 3 млн грн. Размерно численность за каждый месяц отчетного периода заработной платы дохода работников, состоящих с налогоплательщиком в трудовых отношениях, является не меньшим, чем две минимальные заработные платы, установленные законом. Кроме того, право на получение этой льготы имеют плательщики налога на прибыль, соответствующих одному из критериев, определенных в абзацах А.В. 154.6 ст. 154 НК Украины. Согласно ст. 56 Кодекса законов о труде Украины от 10 декабря 1971 года, по соглашению между работником и собственником или уполномоченным и органом, можно устанавливать как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. А плата труда в этих случаях осуществляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. При этом в учебном количестве эти работники учитываются за каждый календарный день как целые единицы, в том числе за нерабочие дни недели, что обусловлено при приеме на работу. Работники, принятые на работу по совместительству с других предприятий, не включаются в учетное количество штатных работников. Заработная плата работников, которые состоят в трудовых отношениях с плательщиками налога на прибыль и работают на часть ставки, то есть неполный рабочий день, для применения пункта 154.6 ст. 154 НК рассчитывается за каждый месяц отчетного периода в размере, в соответствующем соотношению между двумя минимальными зарплатами и соответствующей частью ставки, которую выплачивают работнику. Следовательно, предприятие, работники которого работают в неполный рабочий день, может применять ставку 0% налога на прибыль, при условии, что такое предприятие отвечает всем другим критериям, установленным пунктом 154.6 ст. 154 НК. Дорогие телезрители, нам интересно ваше мнение. Вы сможете всегда быть в курсе наших событий и не только по телепрограмме «Закон налоги права», если станете участником наших групп в проекты Натальи Вильтюковой в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Присоединяйтесь! Материалы для программы «Закон налоги права», как всегда, подготовили специалисты компании «Аркада Грант». Обращайтесь в компанию «Аркада Грант», если вам нужно зарегистрировать или ликвидировать юридическое или физическое лицо предпринимателя. Также специалисты компании предоставляют весь спектр бухгалтерских услуг, от консультации до полного ведения бухгалтерского обслуживания, как предприятий, так и предпринимателей. Также компания предоставляет полный спектр юридических и бухгалтерских услуг, от консультаций до полного ведения и сопровождения. «Аркада Грант» является дилером большого спектра программного обеспечения, в том числе «Медок», «Адинэс», «Лигазакон», «Динай», антивирусные программы, «Виндоус» и т.д. Звоните по телефону 73 73 008 093 379 24 55. Пишите на электронный адрес info.sobaka.arkada.net.ua Официальный сайт компании www.arkada.net.ua На этом я прощаюсь с вами до следующей недели. С вами была автор ведущая проекта Наталья Бельтюкова. Все наши предыдущие выпуски вы всегда можете посмотреть на сайте программы www.tv.arkada.net.ua Для вашего удобства существует также аудиоверсия программы, которую можно послушать каждый вторник и четверг в 18.05 на радио «Гармония мира» 102.7 FM. Все теле-аудиопрограммы выкладываются также на сайте sarafan.od.ua Как всегда, желаю вам успехов и процветания! Субтитры создавал DimaTorzok Система «Ліга закон» больше, чем проста база даних нормативных актов. Это интеллектуальные и информационно-правовые системы, которые включают также много аналитики, консультационные материалы, судовая практика, доведники, шаблони, типовые договоры и инструкции, многое еще и другие. С «Ліга закон» вы швидко найдете ответы на любые вопросы. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok